Бессмертный полк онлайн. Более 100 тысяч публикаций под хэштегом «Окна Победы». Более 130 тысяч снимков. И это только в Инстаграме. 9 мая 2020 запомнится как самое интерактивное празднование Дня Победы. И от этого еще более эмоциональное. Мы всегда ходили на парад. В этот раз у нас не получилось, поэтому мы решили сделать «Окна Победы» дома. «Окна Победы» стали такой же массовой акцией, как и «Бессмертный полк онлайн». Он прошествовал по страницам соцсетей и телеэкранам. Сегодня в сети тысячи видеороликов о наших земляках. Они размещены под хэштегами «Вместе гордимся перле Мухтанадпар». Смирнов Евгений Осипович. В сентябре 1942 года моего прадедушку, молодого и красивого парня, которому не исполнилось 18 лет, призвали в армию. Георгиевская лента облетела почти всю страну. Ее передают из рук в руки жители самых отдаленных городов. Она объединила и чуваши. Георгиевскую ленту по всем городам и районам республики принесли волонтеры, читая слова поэмы Петра Хузангая «Таня». Будь бесстрашной, честной, смелой, ты твердила мне. Час настал, и смелость делом докажу стране. Строки, опаленные войной, звучат через социальные сети, по радио и телевизору. Уже второй год в эфире национального телевидения мы читаем стихи ко Дню Победы. Песня «День Победы» Давида Тухманова и Владимира Харитонова благодаря акции «Наш День Победы» зазвучала на чувашском языке. Ее услышали все регионы Приволжского федерального округа. Любой текст, и поэтический, и прозаический, и драматический, можно сказать, с любого текста на чувашский язык переводить очень легко. Песню исполнили на мордовском, марийском, удмуртском, башкирском, татарском языках. К акции подключились все 14 регионов ПФО. Песни для ветеранов прямо во дворах исполнил оркестр Росгвардии. Парад у дома ветеранов поддержали во всех регионах нашей страны. Она очень удивилась, что в этом году ее первый раз так поздравляют с оркестром. Ну, она сказала, что почему не этот, ну, домой нельзя заходить. Пришлось объяснить из-за вот вируса. Очень была довольная. Слезы прям капали, можно сказать. И нет худа без добра. Невозможность собраться вместе в День Победы сделала еще более дружными и сплоченными. Такого масштаба празднования, как в этом году, еще не было. И, похоже, новые традиции приживутся. Это праздник, с семеною зарискать. Это радость, со слезами на глазах. День Победы в Едином Порыве спели 9 мая в 19.01. Сразу после минуты молчания, на которую прервали свое вещание все телеканалы страны. Возложение цветов к вечному огню режим ограничений все же не отменил. Пусть в ограниченном составе и со всеми мерами предосторожности. В память о погибших в войну и о тех, кто ушел от нас в послевоенные годы, в окнах зажглись фонарики. Свет, померкший для них когда-то, загорелся вновь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА